Мы же продолжаем традицию основанного мной фестиваля в Коктебеле. Это уже 13 сезон джаза в Коктебеле. Именно в такой бархатный сезон. Это очень приятная история для поселка и для всего Крыма. Фактически это самое крупное культурное международное мероприятие, событие в Крыму. В прошлом году к нам приезжали джазовые исполнители из США, из Западной Европы, из стран СНГ. Была аккредитована международная пресса. И нам удалось как агентству быстро, на скорую руку, фактически поддержать эту традицию. Потому что то, что произошло с Крымом и даже с Украиной, никто не мог ожидать. И естественно, что у крымчан возникал вопрос, что при Украине был фестиваль, а теперь при России не будет. Она сказала, что вопросы были ко мне персонально. Я сказал, что будет. Еще не знал, кто нам поможет. Но нам помогло Министерство культуры. Спасибо тогда и под эгидой Министерства культуры и Года российской культуры в Крыму. Мы провели этот фестиваль. При поддержке спонсоров, естественно. Поэтому в этом году мы продолжаем уже традицию как и бельджаз-партии. Нам очень приятно это делать. Крымчане и туристы со всей России, из разных стран мира ждут этого большого события. Оно является для них поддерживающим, это является культурным международным прорывом для Крыма. И я думаю, что музыканты, которых мы ожидаем с пяти континентов, пока никаких отказов не было. Хотя мы знаем, что может быть на них оказано и давление в последний момент. Но тем не менее, собираются приехать на наш фестиваль. И вслед за французскими депутатами, я думаю, тоже это будет большим международным событием не только для Крыма, но и для мира. Мы изменили сроки фестиваля, сдвинули его в лето. Это еще лучший повод и так популярного сейчас Крыма с точки зрения туризма приехать туда и как раз проводить лето на нашем фестивале. Программа трехдневная, в отличие от прошлого года. То есть она приобрела какие-то более традиционные черты. И открывается она легендой крымского джаза. Музыкант, который узнает в Европе очень хорошо, во многих странах мира за Европой. Это легендарный гитарист Энвер Избайлов, который согласился принять участие. И, в общем, грех был этим не воспользоваться и не поставить его на открытие фестиваля. Сразу за Энвером выступит Владимир Нестеренко. Ну, на мой взгляд, это лучший наш джазовый организм. Собственно говоря, сравнить особенно не с кем. Еще, как все знают, я думаю, любители джаза, Володя прекрасный пианист и флейтист. С ним будет выступать Ирина Родилис и сексфонист в составе Сережа Головняк. Они сыграют программу, полностью посвященную Джимми Смиту, наверное, лучшему органисту в истории джаза. Второй день откроется выступлением афроамериканского коллектива, так как вы, наверное, будете удивлены этому действу. Но в то же время какая-то экзотическая нотка обязательно должна быть на фестивале. И вот мы решили предложить ребятам выступить. Игорь Золотухин, наш замечательный гитарист, представит свою новую программу, которую, как я знаю, он уже подготовил. Квинтет Вагифа Садыкова, ну, тоже легенда российского джаза, и в представлении особо он не нуждается. Далее знакомые все имена. Мирабова Андрея Давидян, мой хороший друг Георгий Юфа, вы их знаете по участию в шоу «Голос». Артура Сандабали, еще один человек, который не нуждается в представлении. Ну, 10 Грэмми говорят сами за себя, количество номинаций перечислять не буду, их там, по-моему, под 20. Еще есть Леттинг Грэмми и так далее. И, ну, честь будет просто выйти на одну сцену с ним. Третий день, простите, «Форт Теннис Сакс» — это квартет саксофонистов. С ними, скорее всего, выступит вокалистка Карина Кожевникова, которая приезжала и в прошлом году, но с другим составом на наш фестиваль. В этом квартете также играет Сергей Головня. Евгений Рябой привозит нам американского саксофониста Грэга Тарди и вокалистку такого рейчалзовского стиля «Аду Дайер». Ну, «Дефас» в России проводит достаточно много времени. Можно сказать, что, по-моему, весной у них были гастроли по стране, по нашей, по восьми, по-моему, городам. И вот они решили заехать и к нам на фестиваль, чему мы очень рады. Ну и биг-бенд Игоря Бутмана с победителем шоу «Большой джаз» Дмитрием Осипаном и нашей великолепной вокалисткой Ларисой Долиной. Субтитры создавал DimaTorzok